Научиться управлять своим здоровьем под силу даже школьнику младших классов, уверены губкинские педагоги. А потому, чем раньше взяться за подобное обучение, тем лучше. На собственных наработках губкинские учителя и медики создали целый ряд инновационных программ. Некоторые из них основываются на советских оздоровительных практиках. Как проходят в школах Губкина физкультминутки и для чего было закуплено современное диагностическое оборудование, выяснила Екатерина Равинских. На диагностическое обследование уходит не больше пяти минут. Оно показывает не только картину общего состояния здоровья школьников, но и выделяет области, на которые стоит обратить внимание. Например, признаки начинающегося ожирения. Этот прибор в 16-й губкинской школе появился совсем недавно, но уже показал свою результативность. Ведь для того, чтобы управлять здоровьем, сначала нужно знать его состояние. Было осмотрено 594 ученика 5-9 классов, вынесены рекомендации. В этом учебном году все первоклассники прошли медицинский осмотр. В системе проводится санация зубов. В этом году были медицинские лабораторные обследования. Сдавали кровь, ЭКГ. Все это на базе среднеобразовательной школы. И уже в соответствии с рекомендациями для каждого ученика подбирается программа профилактики или корректировки здоровья. Будь то направление в спортивную секцию или диет-меню в школьной столовой. Мы все включились в этот проект и получаем диетическое питание в столовой. Я думаю, дети сами скажут, довольны вы? Да! Детей учат управлять своим здоровьем не нравоучениями, а практическим участием. Так, к примеру, старшеклассникам предложено внести свои пожелания по улучшению уроков физкультуры. Пришлось постараться и педагогам другого профиля. Этот прибор был разработан и сконструирован на уроках технологии. Он соответствует всем стандартам промышленных аналогов. И разработали мы его для того, чтобы обеспечить честное судейство и привлечь внимание учащихся к выполнению этого норматива. И таких примеров десятки. В средней школе номер один родители совместно с педагогами выступили за возрождение советских физкультминуток. А также учат на перемене играть детей в незаслуженно забытые резиночки и классики. В нашей школе каждое утро зарядка, физкультминутки, музыкальные паузы. Мы поем, танцуем, пляшем, на переменах играем. Мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми. К оздоровлению детей подключают и родителей, устраивая для них показательные мастер-классы. Например, о том, что уроки можно делать и вот так. Знакомят с рекомендациями медиков. Проект управления здоровьем состоит из двух составляющих. Первая составляющая – это реформирование первичного звена. А вторая – усиление профилактической работы. В усилении профилактической работы ключевую роль играет просветительская деятельность. Своими наработками губкинские педагоги намерены делиться. Вначале в рамках общешкольных городских собраний между своими. А уж затем лучшие из лучших будут направлены в областной центр. Екатерина Равинский, Сергей Кириченко. Новости Миробелогорье.